Библейский портал экзегет.ру представляет 19 глава Евангелия от Луки, читаю свой перевод для библейского портала экзегет. 18 у нас была про отношение Бога и человека, там много разных сценок и притчей, но общая тема ясна. И эти люди, они разные, праведные, неправедные, но у них более или менее такая открытая позиция. Каждый из них может от чистого сердца Богу сказать, что он хочет. А если нет? Так Иисус вошел в Иерихон. Когда он проходил через город, там был один человек по имени Закхей, главный сборщик подати и богач. Ну, то есть коррупционер. Вот у нас периодически в новостях бывают истории, как там какого-нибудь чиновника задержали, а у него там дома просто набиты подвалы валютой, алмазами чем-то еще. Вот что-то вроде этого. Ему хотелось разглядеть Иисуса, но ему мешала толпа, ведь он был маленького роста. Тоже вот интересное замечание, но, конечно, для повествования важно, что он маленького роста. Ведь нередко люди, у которых вот, ну, не такой облик, как им бы хотелось, они компенсируют, вот, например, денег надо много, как бы на эту кучу денег встал и повыше. И вот он забежал вперед и забрался на шелковицу, мимо которой должен был проходить Иисус, чтобы его оттуда разглядеть. Смотрите, только разглядеть. Какой сообразительный. Наверняка он и все свои эти денежные делишки обделывает очень хорошо. Четко человек знает, чего хочет, как этого добиться. Забежал вперед, пока еще толпа не прошла. Иисус подошел к этому месту, взглянул на него и сказал, Закхея же просто посмотреть, полюбопытствовать. А тут Иисус к нему лично обратился. Сколько там народу? Он выбрал одного Закхея. И сказал, Закхея, спускайся скорее, ведь сегодня я должен быть гостем в твоем доме. Сколько все надо приготовить, да? Конечно, богатый человек примет его хорошо. Ему есть на что купить вкусное угощение, лучшее вино поставить, да? Накрыть так, чтобы прямо все сверкало. Из-за этого... Подожди, я вам делал свои воды. Тот быстро спустился и с радостью принял Иисуса у себя. Без вопросов, без комментариев, да? А все, кто это видел, с измущением говорили. Человек, у которого он остановился, грешник. Вот так же, как исцелять в субботу. Ну что, нельзя было подождать следующего дня. Вот человек, который много лет мучился болезнью, еще один день промучается, да? А Иисус составляет в субботу специально, чтобы сопоставить законы о субботе с какими-то принципами более высокого уровня. Надо творить добро. И вот здесь он специально как бы сопоставляет вот эту репутацию, вполне заслуженную, Закхея с какими-то принципами более высокого порядка. Какими? А Иисус даже ничего не успел ответить. А Закхей, он же сообразительный, малый, да? Встал пред Господом и сказал сразу быстренько, пока тот ничего не ответил. Половину всего, чем я владею, Господи, я раздам нищим. А если с кого взял лишнее, тому верну в четверо больше. С процентами, правильно, штраф. Смотрите, он не стал говорить, я там, вот разные бывают грешники, да? Мытро бьет себя из притча, бьет себя в грудь, это такой жест, да, эмоциональный. А этот считает хорошо и быстренько посчитал. В общем-то, это означает, что он уже не будет больше богачом, если он половину раздаст, да? А того, что осталось, еще и многим компенсирует. Фактически он станет бедняком, ну, или, по крайней мере, останется с тем, что он честным трудом заработал, если такое вообще есть в его распоряжении. Иисус ему сказал, сегодня в этот дом пришло спасение, ведь этот человек потомок Авраама. Ну, то есть, он из народа Израиля. А что значит пришло спасение? Во-первых, Иисус пришел в его дом, но ведь он просто пришел поесть и отдохнуть после дороги, да? А спасение пришло только тогда, когда Закхей совершил покаяние. А покаяние какое? Не просто бить себя в грудь, как тот мытарь, и говорить, я плохой, я плохой, а исправить то, что ты можешь. Это очень важный момент. И тогда приходит спасение. То есть, в предыдущей главе у нас человек спрашивал, а что мне надо сделать, чтобы получить жизненечную? Сколько заплатить? Сколько? Потом выясняется невозможное человеку, возможно, Богу. Но это не значит, что человек просто раскрывает ладони и ждет, когда ему Бог все это даст. Он действует определенным образом. Итак, сегодня в этот дом пришло спасение, ведь и этот человек, потомок Авраама. Кстати, важно, что весь дом, что все его семейство причастно этому спасению, да? Ну, как оно причастно было его богатству. И сын человеческий пришел, чтобы найти и спасти тех, кто погиб. Вот обычные люди, ну, в общем, у них и так более-менее все ничего. Вот тот, кто погиб, тот может ухватиться за протянутую ему руку, как в конце предыдущей главы слепой просит. Он слепой, у него все очень плохо из-за этой слепоты, ему нужно срочно прозреть. Вот Закей вор, ему нужно срочно исцелиться от этого недуга, и он тоже предпринимает решительные шаги. А для тех, кто это слышал, Иисус рассказал еще одну притчу. У тебя они были уже недалеко от Иерусалима, им казалось, что Царство Божие будет явлено совсем скоро. Ну, то есть, он свергнет власть Римлян, установит свое царство и все вот это. И что же на это он сказал? Вот что он сказал. Некий знатный человек отправился в далекую страну, чтобы там получить царскую власть и возвратиться обратно. Для нас звучит странно, но в Римской империи это абсолютно нормально, потому что далекая страна – это Рим. Римский император раздает местным царькам, таким как Ирод, власть. Вот, например, Ирод Архилай, сын Ирода Великого, поехал в Рим, чтобы его утвердил император Август Октавиан. Это было примерно в IV году до н.э. Ну, и многие в Иерусалиме иудеи совершенно его не любили, подняли мятеж и отправили письмо к Августу императору с требованием не утверждать его как царя. Ну, там дальше была своя история. Сейчас история Архилая нас не очень интересует, но важно, что это все не фантазия, это вот то, что было относительно недавно. Это было несколько десятилетий назад. Итак, некий знатный человек отправился в далекую страну, чтобы там получить царскую власть и возвратиться обратно, уже в качестве царя. Он позвал своих слуг, раздал им 10 мин серебра, это примерно 4,5 килограмма, то есть, ну, ощутимая сумма. И сказал, пустите их в оборот, пока я не вернусь. Но жители той страны его ненавидели, и вслед ему они отправили посольство свести, мы не хотим, чтобы он царствовал над нами. А когда он вернулся обратно, получив царскую власть, он велел позвать к себе тех слуг, которым он передал деньги, чтобы узнать, какую они получили прибыль. Расчетливый господин, ничего, пока его не будет, деньги будут без дела, что ли, лежать? Пусть торгуют. Один из них явился и сказал, господин, твоя мина принесла мне 10 мин прибыли. Тысяча процентов. Какой молодец. Тот ответил ему, отлично, ты хороший слуга, ты был верен в малом, стань теперь моим наместником над 10 городами. Ну, очевидно, что человек, который так распорядился денежной суммой, относительно небольшой, сможет распорядиться и большим богатством. Пришел другой и сказал, твоя мина, господин, принесла 5 других. Тот ему ответил, и ты будешь править 5 городами. Пришел еще один и сказал, господин, вот твоя мина, я хранил ее завернутой в платок, потому что боялся тебя, зная, как ты суров. Ты берешь там, куда ни клал, и жнешь там, где ни сеял. Ну, опять господин, это совершенно не идеальный здесь персонаж, а такой довольно-таки жесткий, эффективный менеджер, как это сегодня называется, да, инвестор удачливый. Тот сказал ему, судить тебя буду по твоим собственным словам, ты никчемный слуга, ты знал, как я суров беру там, куда ни клал, и жну там, где ни сеял. Что ж ты не пустил мои деньги в оборот, я бы тогда по возвращению вернул свое с прибылью. То есть, смотрите, он не спорит относительно своей жестокости, суровости, но он говорит, да, я такой, значит, ты должен был соответствовать. Вот, опять-таки, господин, это некий образ Бога, и опять мы видим, уже видели не раз, что образ из притчи, он далеко не идеален. Это не рассказ про такое, знаете, вот, сусальное или такое манново-кашное, вот, нечто, что все такое замечательное, гладенькое, чистенькое в таких рассказах для воскресной школы. Это правда жизни. Вот есть такие правители довольно жесткие, жестокие местами, да, вот есть такие судьи, как у нас было там, судья, которые не хотят вдову-защитить. Или там еще раньше был друг, который лег уже спать, совершенно не собираются вставать, чтобы хлеб дать своему другу, да. Но, и они могут чему-то научить. Вот это тоже очень важно. Мы смотрим вокруг и думаем, какие плохие люди, просто отвратительные какие-то, тупые, жадные, злобные. Ну, правда же. Так и у них есть чему поучиться. Вот, каждый из них, это тоже сюжет для притчи. Не значит, что надо быть злобными и тупыми. Значит, что даже злобный и тупой подает пример. А что же ты не пустил мои деньги в оборот? Я бы тогда по возвращению вернул свое с прибылью. А тем, кто стоял рядом, он велел, отберите у него эту мину, дайте тому, у кого их 10. А, кстати, интересно, значит, деньги он им передал хоть в управление, но не отнял, приехав, да. Ну, зачем? Пусть люди, которые легко увеличивают капитал, пусть они увеличивают его дальше. Естественно, тот, кто не справился, пусть передаст в управление тем, кто справился. На их возражение, что у того их и так 10. Да, такая социальная справедливость. Это когда кто-то ничего не может сделать или не хочет, а кто-то очень много трудится. А давайте мы все у них возьмем и разделим пополам. Опыт большевиков. Ну, естественно, тот, кто делится, на самом деле себе забирает большую часть. То есть, и вот они в той же логике действуют. То есть, должно быть все по справедливости, то есть, у всех одинаково. Так вот, на их возражение, что у того их и так 10, он ответил, говорю вам, у кого есть, тому и будет дано, а у кого нет, у того будет тот не то, что он имеет. Смотрите, не потому, что это придурь такая, каприза, а потому, что вот по итогам, да. А тех моих врагов, которые не хотели, чтобы я над ними царствовал, приведите их сюда и перебейте прямо передо мной. Действительно жестокий человек, что, впрочем, с Иродом Архилаемым и было сделано, им было сделано, да. Но обычная картина. Рассказав ту притчу, Иисус продолжил свой путь в Иерусалим. И вот, когда они уже подходили к Вифаге и Вифании, что у горы под названием Елеонская, ну, как едут в Москву, вот уже к Химкам подъехали, да, то есть, прям совсем рядом. Иисус отправил своих учеников с поручением, идите в это селение напротив. Вероятно, в Вифании имеется в виду, хотя точно мы не знаем. Как только в него войдете, найдете привязанного молодого осла, на которого еще не садился ни один человек. Это важно, потому что Богу отдается не старое больное, измученное животное, а то, которое еще не использовалось людьми, да. Отвяжите его и приведите. Если кто вас спросит, зачем вы его отвязываете, скажите, что он понадобился Господу. Господу или хозяину. То есть, они могут понять так, эти люди, что он понадобился хозяину, ну, хозяин отошел куда-то, а потом послал кого-то, ой, мне срочно нужен этот осел, да. А могут понять так, что это вот некоторая божественная надобность. Те, кого он послал, пошли и обнаружили, что все именно так, как он сказал. Когда они стали отвязывать молодого осла, то хозяева их спросили, что это вы его отвязываете? Молодцы следят за имуществом своего соседа. Они ответили, он понадобился Господу. Но поскольку это хозяева, то здесь уже, вероятно, имеется в виду все же, что именно Господу Богу. Они привели к Иисусу осла, набросили ему на спину свои плащи и посадили Иисуса сверху. Ну, то есть, импровизированная такая вот форма седла. И по пути они стали выстилать ему дорогу своими плащами. То есть, вот, как царя встречают, что он не просто по земле едет, идет ногами, во-первых, не идет ногами, а едет на осле. А во-вторых, даже осел ступает по какой-то вот тканной дорожке. И когда он приблизился к спуску с Иллионской горы, все множество учеников стало радостно во весь голос прославлять Бога за все чудеса, которые они видели. Они восклицали. Благословен царь, что приходит во имя Господне. На небе мир, на высоте слава. Вот его встречают как царя. И это некий духовный мир, мир между Богом и своим народом, и его народом. И на высоте славы. То есть, это проявление какой-то славы, которая в данном случае на земле в Иерусалиме. В толпе были некоторые фарисеи. Они сказали Иисусу, учитель, вели своим ученикам замолчать. Ах, как им неприятно, когда кого-то славят, кроме них. Ну, и вообще-то скандалезно. А так вот, знаете, это что же, вот царя встречают. То есть, у нас революция, госпереворот. С римлянами потом, как нам разбираться. А он им ответил. Говорю им, если они замолчат, то закричат камни. То есть, то, что они говорят, это не они придумали. Это реально. Когда он увидел город вблизи, то заплакал о нем. Как будто в первый раз. Он наверняка и раньше бывал в Иерусалиме, и много раз бывал. Но вот, как ему дорог город, где ему предстоит быть отвергнутым, избитым и убитым. Он говорил, если бы ты хоть в этот самый день увидел, что даст тебе мир, но теперь это скрыто от глаз твоих. Настанут дни, когда враги окружат тебя укреплениями, возьмут в осаду, стеснят отовсюду. Действительно, в 70-м году римляне его взяли. Уничтожь ты тебя и твоих детей внутри, камни на камне не оставить, ведь ты не распознал тот час, когда Бог тебя посетил. Ну вот, наверное, у каждого из нас есть свой звездный час, как мы это называем. А вот тут час посещения, когда действительно в жизни происходит некоторое божественное присутствие. Затем Иисус вошел в храм и стал выгонять оттуда тех, кто занимался в храме торговлей. Да, очень неудобный отрывок. Так его быстрее-быстрее прочитаем. Он им говорил, написано, дом мой будет домом молитвы, а вы превратили его в разбойничью пещеру. Ну, почему же в разбойничью пещеру-то сразу? Почтенный торговый дом, товары все проверенного качества, цены весьма умеренные. Ну, я так думаю. Вряд ли в храме там уж совсем безобразие какое-то творилось. Но дело не в том. Дом не для молитвы, дом для прибыли. День за днем он наставлял народ в храме, а превосвященники и книжники вместе с властителями искали, как бы его погубить. Но не находили способы это сделать, ведь народ постоянно окружал его и слушал. А чего им народ, у них власть? В любой момент взяли, арестовали, что хотят, то и сделают. Да нет. Им же важно сердца людей еще приобрести. Если люди будут на них смотреть косо, криво, то даже тех же самых прибыли у них больше не будет. Поэтому им важно выбрать время для удара, что, конечно, они очень скоро сделают. Продолжение следует...